Евгений Кулаков запомнился по сериалу «След», в котором долгие годы успешно играл одного из сотрудников ФЭС. Среди других значимых ролей – сериалы «Студенты» и «Физрук». Сегодня 44-летний актер больше не снимается в российском кино, даже в «Следе» его заменили. Он не заболел и не разочаровался в профессии, просто вместе с семьей пару лет назад эмигрировал в Израиль. В Россию возвращаться не собирается, хотя здесь у него остались долги перед банками и мама-пенсионерка. Свою личную жизнь еще в студенческие годы Евгений Кулаков связал с сокурсницей Ольгой Бужор, а расписались влюбленные вскоре после успешного окончания Щукинского училища. Первое время оба пробивались в театре и кино, но неожиданно Ольга ушла из профессии без объяснения причин. В 2004-м Ольга родила сына Илью и полностью погрузилась в материнство. Возвращаться в искусство актриса не спешила, и позднее этому нашлось объяснение. Кулакова упорно скрывали сына от общественности, а представили публике только в возрасте 11 лет. У Ильи с рождения диагностировали аутизм и ДЦП. Пока Кулаков снимался в «Следе», его жена следила за ребенком и занималась его реабилитацией. В 2017-м в «Звездной семье» вновь случилось пополнение. Ольга родила дочь, которую звездные родители уже не скрывали. Девочка родилась здоровой и на семейных фото напоминает маленького ангела. Семья скромная и образцовая, а Евгений Кулаков ни минуты не болел звездной болезнью. Сегодня дружная семья живет в Тель-Авиве. В 2022-м году Евгений Кулаков неожиданно пропал из кино. Как выяснилось позднее, актер вместе с сыном переехал жить в Израиль. Жена с дочкой пока оставались в России. Но ненадолго. Как только Кулаков нашел жилье и пристроил сына в специализированную школу, к ним в Тель-Авиве присоединили жена с дочкой. Мама Евгения покидать Россию наотрез отказалась. Евгений Кулаков не скрывает, что эмиграция была вынужденной, а решился на такой поступок он исключительно во благо сына. Тот перестал ходить. Только в Израиле он нашел школу, где Илья может обучаться по специальной программе до 2021 года. Удовольствие не из дешевых, но зато есть колоссальный результат. Уезжая из России, мальчик говорил всего пару слов, а уже после начала обучения начал выстраивать осознанные предложения. Актер не скрывает, что возвращаться в Россию вообще не собирается. Место его проживания полностью связано с тем, где будет комфортно его особенному сыну. Пока это Тель-Авив, а после 2021 года Илье будет видно, в России у Евгения Кулакова остались долги, которые теперь выплачивает его пенсионерка-мама. Брал кредиты на лечение сына и не все успел погасить. Евгений Кулаков даже в Израиле не оставил профессию, усердно трудится в местном театре и активно изучает иностранный язык. В будущем актер планирует сниматься в израильском кино, а жена занимается детьми и домашним хозяйством. Такие актеры вызывают искреннее уважение и Евгений Кулаков в их числе. Скромный, талантливый, трудолюбивый и все в семью. Удачи ему!